Будем сейчас смотреть, так сказать, готовиться. Вот видим, Мид с Тим делают первый бан, бан Тинкера. Боятся? Ну да, в принципе, достаточно распространенный бан в аматорских турнирах. Как правило, против Тинкера не слишком просто играть, и в Миде против многих героев он достаточно неприятен. Ну, видимо, ответ забанила команда Волкерс. Фантом Лансера. Ну, на самом деле, хороший бан, но, с одной стороны, он странный, с другой стороны, он хороший. В одно время Фантом Лансера очень часто пикали, и, в принципе, герой неплохой. После обновления, после патча 7.07 он достаточно силен, но в профессиональной доте он не так распространен в последнее время. Как ты считаешь, чем? Извините, пожалуйста, он уже закончил на секунду, и писать задержку, чтобы парни не полили в арте, вот и все. Да, сейчас у нас небольшая дочка. Мы сейчас, через 3 минуты вернемся. Вот задержку забыли поставить. Сейчас я сделаю. Sorry, парни, но забыла это сделать. Попробует. Поставь 240. Здесь стой. Так, пиши 240. Хорошо. Дименить. Все. В эфире. Еп, и мы вернулись, техническая заминка прошла. А мы видим, микс-тим банят Бристалл Бека, а команда Волкерс ставит Мага. Интересно. Ну, в принципе, можно предположить, что команда Волкерс боится Маноберна, ведь один из основных кора-артефактов на Phantom Lancer является Diffusal Blade, и, возможно, будет какой-то кора-герой, который очень страдает от стремительной потери Манны. Кто знает. Забанили также аппарата уже на третьей стадии. Возможно, это говорит о том, что команда Волкерс также думает о том, чтобы взять героев, что-то вроде Некрофоса, которого как раз контрит и Phantom Lancer, и в какой-то мере, и по большей части очень конкретно, своим ультимейтом Ancient Operation. Ancient Operation вообще великолепный саппорт. Итак, первый бит — это Shadow of Shaman. Хороший бит, хороший саппорт. В последнее время часто используется со всех сторон. И Vengeful Spirit. Интересно, какая это будет Vengeful Spirit? Будет ли это керри, будет ли это саппорт Vengeful Spirit? Ну, в принципе, в драках так происходит разное. Возможно, задуман, как и керри-герой, и тем самым хотят сбить противника с толку, взяв его в первой стадии. Оба спорта очень хороши. Shadow of Shaman и Vengeful Spirit сильные на линиях. С ними можно организовать достаточно эффективный лейнинг. Morphing взят вторым пиком. Возможно, это саппорт четвертой позиции. Кто не знает, Morphing сейчас очень силен на этой позиции. Как правило, его чаще в пабах берут на керри. Но кто его знает... У нас так не как турнир. Да. Есть M1 и Академии стрима Кибер Старт, которая сегодня комментирует для вас. И, конечно же, нашего главного партнера, это KF Старт. Но Morphing мне нравится, хороший пик. В любой стране мне всегда он нравился. Герой, который подстраивается под саму игру. Я его называю так, потому что он хорош и на миде, его можно использовать. И Токери он очень силен у Веномансера. Решили все-таки M1X пойти немножко в грязь. Shadow Shaman, Веномансер, неприятные саппорты. Возможно, это Веномансер Харлейн. Посмотрим, как это будет происходить уже воочи на карте. Какой будет лейнинг. Возможно, это будет 2-1-2. И Веномансер с каким-нибудь сильным, достаточно неприятным героем. Очень серьезное испытание для команды противника. Да, Веномансер вообще противный такой герой. Особенно в последнее время он очень популярен. Практически в каждой игре мы видим как и Shadow Shaman, так и Веномансера. И ребята не хотят отступать от меты. Банят Фуриона. Да, против него очень неудобно играть. Но мы видим, возможно, команда M1X рассчитывает на магическую атаку. Потому что, видимо, забанен Сайленсер. И Брист. И вообще, взяты уже герои, интеллектуалы. Мне нравится Shadow Shaman. Пуш-потенциал великолепно. Видим, что команда Walkers явно боится Фуриона. Я думаю, что они бы еще забанили Death Profit. И тогда, в принципе, можно было бы не бояться никакого пуша, не считая Змеи. Ну да, Фурион еще стоит отметить. Герой достаточно мобильный. Он легко вписывается в неожиданное нападение. В ганге на Мидвеню. Может быть, запрос героя, который будет стоять на Мидлинии, был приблизительно таков. Давайте обезопасим меня, а я сделаю игру. Да, потому что и связь-то такая Shadow Shaman, Веномансер. И если еще и Фурион прилетает, тогда это больно. Действительно больно. И хороший бан, мне нравится он. Ну, пока понятно, что несколько не хотят команда Walkers иметь дело с плитпушем. И хороший бан варлок, извините, что перебиваю. Видим, что ребята действительно очень боятся пуш-потенциала. И Phantom Lancer, и Фурион, Nature's Profit. И варлок. Такие герои с очень хорошим пуш-потенциалом. И видно, что действительно ребята этого опасаются. Быстрого сноса линий. Поэтому уходят в бан полностью. Но не ошибка ли это? Потому что бан, конечно, против пуша это хорошо. Но есть еще тысячи героев. Меня очень настораживает пик все-таки на второй стадии морфинга. Неужели это Керри? Неужели так уверена в своих силах команда Walkers, что не боятся взять его вторым пиком? Все-таки, мне кажется, карты они свои решили не раскрывать. И последуют следующими пиками два кор-героя. Ну и, конечно же, игрок тяжелой линии. Заметно, что команда M1X несколько боится, опасается за своего мид-героя. Три героя, которые, как правило, играют на мид-позиции, были забанены. Да и что там? Сайленсер тоже время от времени туда ходит. Так что можем считать все щиты. Я скажу больше. Мне очень нравится Сайленсер как мид-герой. О, Кентавр. Отличный пик. Великолепный, действительно. И в последнем. Мне вообще нравится герой Кентавр. Он максимально мобилен. Это тот герой, который, на мое мнение, должен быть в каждой игре. Профессиональный, будь то или не профессиональный герой, который умеет делать абсолютно все. Он интересен и в драках, интересен и в гангах. И, в принципе, очень мне нравится. Это герой из разряда Тайтхантера. Инвокера. Интересно. Уязвимый герой на мид-линию. И становится понятно, почему были забанены именно эти герои команды M1 и X. Важно отметить, что у Волкерс уже отлично имеется инициация в виде Гентавра. Есть также уже достаточно много контроля. Бинджиусу Спирит, сильная аура. Морфлинг также обладает станом, как мы можем знать. И если перекачивается в силу этот стан, это оглушение очень ощутимо. Я думаю, нас сегодня будет ожидать интереснейшая игра, потому что мы видим, что у каждой команды есть хороший контроль, есть великолепный ганг-потенциал. И, конечно же, пик инвокера. Мне интересно, как это будет. Ребята, видимо, действуют по продуманной тактике, так как банят трех мид-героев. И, возможно, так мы уже это говорили, сайленсер. Видимо, они явно продумали, что они хотят инвокера. Видимо, не зря они банили сайленсера. Пока преимущество команды M on X, у них неплохой пуш. Возможно, они захотят его как-то подкрепить. Кто его знает, возможно, здесь будет какой-то террор-блейд, достаточно сильная линия. Так прокачивается метаморфоза, и можно получить некоторые преимущества за время пребывания в этой форме. И они боятся сайленсера, что, возможно, так как они его забанили, дает им, в принципе, доступ к этому герою. Возможно, еще бы Луна сюда хорошо вписалась, со своим пуш-потенциалом. Мне нравится этот герой в такой связке. Так, четвертый пик, и это Дизраптор. Ну и становится понятно, что Морфин все-таки будет на керри-позиции. Давр будет стоять на тяжелой линии. Виншвел Спирит, скорее всего, будет либо Роуми с четверкой, когда Дизраптор больше всегда лучше смотрится на позиции 5. И Дизраптор замечательный саппорт. Ну и Тайт Хантер очень здорово. Это, в принципе, против Морфинга стоять ему не слишком просто. Лучше он доминирует против героев ближнего боя. Но Тайт Хантер, я думаю, будет сложно против такой связки саппорта, как Дизраптор и Венжи Фулл Спирит. Потому что Дизраптор, вообще, на моем мнении, это один из самых полезных саппортов, которые могут быть. Изумительный саппорт, согласен. А добавить еще, если он соберет еще и Аганим, это будет боль для команды М1Х. Да, порой огромная роскошь иметь Аганим на Дизрапторе. Но кто его знает, если выйдут мидгейм, и для Волкерс игра будет достаточно успешной, может и обзаведется, посмотрим. Ну, вот видим, ребята банят Эр Шейкера. А вот, кстати, по поводу Тайт Хантера. Я говорил, что мне очень нравятся и Кин Тавер, и Тайт Хантер. Собственно говоря, оно так и произошло. И последний пик, это Хаус Найт. Интересно. Мне очень нравится пик команды М1ИДС. У ребят есть все для того, чтобы делать эту арту интересной, делать интересный этажный поединок и великолепный пуш-потенциал, не стоит об этом забывать. Видим, что ребята Волкерс действительно боялись пуша, но всех героев не забанишь. Да, я хотел бы еще отметить следующее. Пока мы не видим последнего пика команды Волкерс, но выглядит, что оба капитана, оба драфтера, обеих команд неплохо разбираются в самих пиках. Ну, оба пика выглядят конкурентоспособными между друг другом. Но, откровенно говоря, мне пик команды М1ИДС нравится больше. А это... А это не Девайвер. Девайвер. Да. Дестроер просто на роде-то говорится. Давай объявим, в принципе, кто будет играть на ком-герое. Команда Волкерс. Энзо играет на мид-линии на ОД. Рудиарий на Дизрапторе будет играть с саппортом пятой позиции. Уока играет на Кентапр, барраннер, скорее всего, в тяжелой линии. Мистер Антимейдж все-таки решил выбрать морфлинга. И Ченей играет на Веншву Спирит. Может быть, четверкой. Может быть, будет стоять в трипле. В команде М1ИДС Ю-9ОН на Керри Хаус Найт. Стифлер со забавным смайликом играет на Тайт Хантере. Ну, посмотрим, как это все красиво вылетает. Дальше у нас, давайте без матов, на Веномансере. Что-то уже очень слишком сложно играет на Эндвокере. Растянул немного свой никнейм. И Человек без Unkilled играет на Shadow Shaman. Скорее всего, это саппорт пятой позиции. Вот. Никто сейчас пока еще не пошел в смоках. Скорее всего, будут стягиваться к своим баунти-рунам. Игроки обеих команд. Как ты считаешь, будет ли какое-то нападение? Попытаешься взять что-то чужое? Я думаю, и одна и другая команда могут сделать твердсблат на первых минутах. Хорошие начальные пики, хорошие способности у двух команд. Но мы видим, что команды пока не спешат. Хотят просто отстоять свои руны. Не дать, так сказать, другой команде озолотиться. Что касается Энсу. Будет ли он забирать руну? Или все-таки примет решение, поставил вард у себя на хайграунде? Или примет решение все-таки постопить, поостанавливать крипов? И осуществить преимущество в позиции на мид-линии. Прокачивает он первой способности Астрал. Мы видим, морфинг дизраптором заняли хорошую позицию. Дизраптор все видит. Дизраптор находится на хайграунде. Если что, он готов защитить свою руну. Но видим, все проходит спокойно. Мидеры готовы сразу стопить крипов. Кстати говоря, в команде M1X этим решил заниматься Shadow Shaman. Решил все-таки своему инвокеру дать возможность забрать 100 копеек. 100 золота. Да, и Shadow Shaman стопает крипов. Останавливает, скажем так. Да, неплохо у него получается. Пропустил крипов дальнего боя. Ничего страшного. Это хороший тактический ход. Когда я начинал играть в доту, мне говорили, пропускай всегда рейнджевого крипа, чтобы пропушилась линия. Да, это понимание приходит не сразу, воистину. Что же происходит на миде? Пока все ровно, один на один. Перейдем к крипстатам, сразу будем наблюдать. Да. Смотри. Так, тут интересно. У нас получается Даблана Даблут. Два героя против двух героев. Все хорошо. Кентавр холостной. Такие ребята на лошадях у нас будут драться. Да, конкуренция. Ну, тут Кентавр может похвастаться тем, что конь и человек в одном лице монолитны, когда ЦК просто наездник. А можешь мне, пожалуйста, открыть Кентавром? Интересно, через что? Взял себе Винлейс. Интересно. Я думал, что он будет через броню идти. Да, кустом прокачал. Ну, в принципе, он достаточно сильно наглещет. Виномайнсер не слишком активно его прогоняют, как мог бы. Мы видим на нижней линии морфинг абсолютно спокойно. Формит, ничего не боясь. Добивает крипов гораздо лучше, чем Хаос Найт. Но это были первые пачки, две. Да, старт. Будем смотреть дальше. Старт у него однозначно более хороший. Нападение на Тайт Хантера и Дизраптор не попадает. Тем временем Шеклы дал Шадоу Шаман. Ну, хоть бы ушел. Идет Вейв. И это Перс Блот для Чейни. И заберут Тайт Хантера или нет? Смотрим. Сразу сейф ТП от Шадоу Шамана. Он только восстановился. Есть. Минус два на нижней линии. И, скорее всего, Венжи Фулл Спирит погибает еще. И Инвокер ее добил. Великолепно. Ну да, первая минута. Мы уже имеем счет 2-1. Ну и отличное начало для команды Уолкерс. Получили первый круг. Ну, мы видим, что они могли на самом деле уже 2-2. Кентавр на верхней линии погибает. Ну, на самом деле, я скажу, что, скорее всего, это плюс для М1Х. Потому что Кентавр отдался керри команде. Снизу Венжи Фулл Спирит погибла от рук Инвокера. Да, скорее всего, будет уже у нее Бутсу Офф Спид. Она уже собирается приобретать этот артефакт. Ну, что ты скажешь по лайнапу? Мы видим, кстати, достаточно... У обеих команд на нижней линии стоят варды. Ребята решили сильно не запариваться по месту нахождения Обзервер Вард. Но ничего страшного. Смогут ли их снять? Посмотрим. Мы видим, в миду у нас пришла Венжи Фулл Спирит с руной дабл дэмэджа. Они побили знатно Инвокера, но особых результатов это не принесло. Ну, пока Инвокер проигрывает очень сильно мид. Видим, что у него 2 на 3 по крипам. Когда у ОДейс 13 добитых и 8 от Динайна. Да, уже проигрывает на уровень, что есть третично для Инвокера. Я не знаю, как ему придется сложно в этой игре. Наверное, придется или сапфармить, и бегать. Наверное, ему бы не помешала помощь снизу, если бы пришел Шэдоу Шаман к нему. Было бы ему проще. Но, видимо, Шэдоу Шаман помогает Тайт Хантеру. Видимо, решили, что ревидж важнее. Я бы сейчас оставил Тайт Хантера получить достаточно много экспириенса. Он имеет возможность. И так сильно нуждается его мид-герой в помощи. Мы видим, Венжи Фулл Спирит телепортировалась вниз. Возможно, сейчас будет выход на Тайт Хантера. Очень странно все происходит. Но ребята решили не адресировать из Уокерс. Мы видим Уокерс, потому что фармян гораздо лучше. И Керри-герой, и мид-герой. Там есть нападение кентавров. Сверху и кентавр погиб. Да. Вновь получает убийство Хаус Найт. Скорее всего, вырывается в топ по Натворсу. Посмотрим показатели по общей ценности далее. Ну и пока идут щека в щеку. Немножко меньше тысячи. Скорее всего, преимущество команды за Уокерс. Решили достаточно рисковое решение стоять здесь в трипле. Они, судя по всему, пока еще проигрывают. У нее поставляется Веноманстер. И Веноманстер погибает. Так, ребята из Уокерс давят дальше. Но М1 решает ответить на Морфинга. Но это не лучшее решение. Морфинг перекачивается. Морфинг забрали Морфинг. Ошибка от Морфинга. Он не перекачался до конца. Тайт Хантер молодец. Дошел, добил. Но и, скорее всего, сам погибнет. Да, отсюда наверняка не уйдет. Но он бьется на развороте. Хотя может забрать Венгу вместе. Нет. Тайт Хантер еще и Морфинг забирает. Драка настолько долго шла, что Морфинга убили. Он восстановился и прилетел вниз. Обратите, какая доминация в шуте на миде. Ну, тут важно отметить достаточно сложный лайнап для Инбокера. В принципе, достаточно уверенно ОД чувствует себя против него на мид-линии. Дождется ли он помощи? Идет в Мидас стандартный, традиционный. Да, мы видим все на самом деле очень плохо по линиям М1-Итс. Потому что перифарм, конечно, колоссальный. Мид ОД выдрал. Уже можно смело сказать о том, что он его выдрал. Потому что по 3-пам 27-18. Видим, Уокерс еще и разбивают ворды. Великолепная связка. Великолепная. Ну, все совершают ошибки. Поэтому мы и пришли сюда учиться играть в доту. Тем более, понятное дело, Скорее всего, коллективы молодые. Аматерский турнир также их может заставить понервничать. Сейчас ЦК, замечаем, сильно просел по ХП, но отпивается флаской. Кентавр с ним бодается. Может, в принципе, себе позволить. Ничего себе. 100 на 4 секунды. Если подойдет помощь поскорее, может и заберет. Нет, откидывает кувстом. И Кентавр уже хорошего уровня. Он, в принципе, не сильно боится. Я думаю, этот рифт был лишним. Приходит Венеджер Фулл Спирит. И можно забирать Кентавра. Хаус Найта. Он видит, есть вард. Но он не успевает. Ошибка. И ошибка на ошибку. Кентавр не вовремя дал оглушение. На нижней линии у нас такое противостояние. Дизраптор гоняет. Дизраптор не боится. Морфин нападает. И... И на Майнсер не уйдет. И отличный ответ. Нет. Морфин перетаживается. Решает на развороте еще и... Нет. Не попадают. Хорошая драка для Уокерс. Да, неплохо достаточно. Я, знаешь, на что обратил внимание, Илья? Да. Что, в принципе... Что забил Докентавра? Почему он не макси-дабл-эйдж, не про качество способность, а решил пойти через куб с том и ретерн. И акцент сделал ни на первом, ни на третьем. Прошу обратить внимание, что инвокер погиб в миде. И теперь у него совсем все плохо. У него крипстат 8 на 5. На седьмой минуте на крипстат отдестроено 39.26. Да, это отвратительно, конечно. Результат... Для инвокера все очень плохо. Ему сейчас нужно срочно где-то формить. Разница 3 уровня. Огромная. Мало того, что у него все плохо по крипстату, его еще и приходят и убивают. Сложно. Сложно будет. Да. Скорее всего хочет подойти Shadow Shaman вместе с Миномальтером. Получили они призывы о помощи от своего мид-героя, но мне кажется, уже слишком поздно. Слишком большое преимущество имеет на мид-линии Энсоу. И его здесь не забрать. Он уйдет в астрал. Тем более Shadow Shaman просто стоял. Что он там делал? Почему он засиживался? Не даст он шеклы? И безнаказанно уходит Энсоу за такую доминацию на миде над инвокером. Плохая позиционка была от команды М1. Shadow Shaman не предвидел. Как-то не ожидали. Наверное, плохо по коммуникации ребята прошлись. И вот, еще и стан получает инвокер. И отлично. Хец. Ну, Shadow Shaman его спас. Тем, что дал хец на Дестройера. Ну, в принципе, мне кажется, приблизительно к 12-й минуте будет какой-нибудь мид-ас на инвокере. Он сможет уйти в леса. Подфармливать с фаршом. Может быть, сможет камбэкнуть. Пока ничего критичного. Счет 7-4 и 2 тысячи преимущества за командой Волкер. Я думаю, по лейнингу команда Волкерс полностью переиграла команду М1Х. Так как мы видим по крипстату и по расстановке героев на линии, как сложно приходится команде Волкерс. Вернее, М1Х. Ребята отправили саппорта вниз. И тут такой двойной ганг. Данг на ганг. Нападение на ЦК. Хувстон прошел. Кентавр уходит. На нем уже есть гель. Реалити рифт. Реалити рифт не уходит. Забивает станом. И уже серия убийств для керри-героя команды М1Х. И на нижней линии ребята забрали морфинга. Молодцы. Хорош. Правильное очень действие. Видим, уже есть Мидас. И скорее всего, уже достаточно давно у ОД. Ну, относительно. Пока мы можем наблюдать. Идет 10-ая минута и заканчивается та самая стадия лейнинга. Возможно, мы сможем наблюдать сейчас более активную доту. И более интересные перетяжки по карте. Хотелось бы посмотреть общую ценность. Потому что мы видим 3000 преимущества у команды Уокерс. Что ты видишь, Илья? Я вижу полную доминацию команды Уокерс. Кроме керри-героя команды М1Х. И просто... Идет нападение на Инвокера. Но решают контратаковать. Прожимается Стампид. Санти-Эклипс идет по Инвокеру. Венжи-Полспирит дает оглушение по Виномастеру. Но решили разойтись просто по-дружески. Согласились на ничью. Обменялись скиллами и разошлись. Да. Ничего-то нечего. Да, любезностями. А Шедо Шаман опять умер? Да, скорее всего его... Да, его забрал Морфлинг. Мистер Антимейдж. Ну, хорошее убийство. Но, тем не менее, не слишком много получил он золота за него. Мы видим, насколько сильно проигрывает по деньгам команда М1. Так как Инвокер сейчас занимает позицию ниже Кентавра, который стоял в хардлайне. Это очень сложно. Не знаю, как ему выпутываться даже из такой сложнейшей ситуации по деньгам. И Хаос Найт, который фармил всю игру, все равно занимает третью позицию. Так как Морфлинг и убивал, и фармил. И Дестройер тоже у него все прекрасно. Мы видим, он находится на первом месте по общей ценности. Обратите внимание. Ну, то есть, уже пошла 12-ая минута. И вот-вот только сейчас Тайтхантер получил свой ультимейт. Скорее всего, ему надо сейчас стягиваться в какие-то места, где он может немножко вернуть золото своей команде. Возможно, навязать какую-то драку. Инвокер купил себе Медас, приобрел на 11-ой минуте. Поздно. Откровенно говоря, очень поздно. На него выходит под вышку Т1, Стадик Шторм, и он погибает. Отличный ганг от команды Уокерс. Ребята пришли, дали стан, дали Стадик Шторм, и Инвокер погиб. И теперь у него все еще хуже. Да, важно отметить, что преимущество в 4000 от команды Уокерс. Это уже на 12-ой минуте она подходит к концу. Очень большое преимущество. Мы видим, насколько все хорошо у команды Уокерс, что даже Дизраптор занимает топ-4 позицию по общей ценности. А, так посмотри, у него 5-1-5. Неужели? Очень здорово сыграно Дизраптора. Отличный саппорт. Итак, выход на Хаос Найта. И что Дизраптор, будет ли это? Так, подбегает Венжи Фул Спирит. Стан в лицо. И по таймингу. Но, скорее всего, соберут. Глимс. Да, и Хаос Найта погибает. Ну вот, может быть, команда Уокерс вырастет кор-героя на Дизрапторе, а тем временем ОД нападает на Веномансера. Будет ли страховать Тайдхантер своего тиммейта? У Тайдхантера есть треведж, но он его не дает. Да, он спокойно добивает трипов, в то время как Веномансер отходит на... Да, решает не давить. Да. Идет домой, восстанавливает здоровье. Так, мы видим, ребята здесь собрались под святыней. Да, восстановили ресурсы. У ребят все хорошо. Уже почти блингагер. Да. Тринадцатая минута, пять тысяч преимущества. Сложно команде М1ИДС, кроме Хаос Найта. У них, к сожалению, никто сейчас не сможет принимать активное участие в драках. Видим, Уокерс полностью переформили их по линиям, кроме Хаос Найта. Он как-то старался, что-то делал. И, в принципе, у него все не так плохо. Но Инвокер, Тайтхантер и саппорты... Мне не понравилась игра. Откровенно говоря, вот мое мнение такое, что саппорты команды М1ИДС играли очень плохо. Знаешь, я с тобой согласен. Была достаточно плохая позиционка на нижней линии. Ну а тем временем в Смоке, Венжбул Спирит и Дизраптор выходят на Хаос Найта. Идет Стадик Сторм. Ну, знаешь, может... Да, забирают, Глимс работает. И добиваются рутин. Нет, смотри, он еще уходит. Нет, все. Это... Да, неудержимость показывает нам Дизраптор. И снова, что я вижу? Ну почему же? Это достаточно экзотическая сборка. Точнее, билд. Почему он не максит Глимс? Ведь обычно это делается не так. Видимо, это у нас адресивный Дизраптор. Мы видим его счет 7-1-5. Он прошелся по всей карте ураганом. Он участвовал абсолютно в каждом убийстве команды Уокерс. Вот это называется активный саппорт, который помогает, который делает на карте все правильно. Кентавр покупает тем временем Блинг Лагер. Как-то будут они его реализовать или нет? Скорее всего, может быть, выйдут в смоках. Но мы можем заметить, что снесли Т1 башню на верхней линии. Возможно, сейчас команда М1УИКС примет решение реализовывать рэвиш на своем кардлайнере. Прошу обратить внимание на общую ценность. Татуя происходит достаточно редко, когда саппорт четвертой позиции... Идет нападение на ОД, коллснэп. Да. ОД здесь, скорее всего, дается антиэклипс, но не уходит. Хувстомп, отличная инициация, вернее, контр-инициация от Кентавра. Дается по Кентавру Хекс, Баст Сеппен Бартс. Но нет, маны уже на шеклз у саппорта команды М1Х. В принципе, эта драка достаточно хорошая для них. Забрали ОД, который имел первый Нетворс. Но, тем не менее, инвокера и Виномайсера потеряли. Но убийство это было достаточно важно. Как ты считаешь? Да, была хорошая драка. Я аж немного растерялся, потерял свою мысль. Хаус Найт покупает Ормлет. 15-ая минута, к сожалению, наверное, это поздновато. Поздновато. Да, но ничего страшного. Ребята не отчаиваются. Тайтхантер динает свою вышку. Ребята еще могут собраться. У них есть великолепный потенциал. Если все в драке сработает правильно, через ревейш, через протаст инвокера, ультимейт Виномайсера, все может пройти великолепно. Еще есть и Змейки от Шэдоу Шамана. Но хочу обратить внимание на некий феномен. Саппорт четвертой позиции Дизраптор переформил по общей ценности Керри Хаос Найта. Да, такое в пабе случается достаточно редко, а в аматорских турнирах ты не желаешь этого видеть. Идет нападение на инвокера. Здесь слишком много в него дали, но не поскупились и отправили его в таверну. Ой, еще поставляется Тайтхантер. Мы смотрим, Морфик принимает форму Тайтхантера. Да, забавно. Свап. Хекс по венге. Ох, ревейш. И Венжифул Спирит погибает. Молодец, Тайтхантер. На развороте подрался. Но для него, скорее всего, это... Хотя, смотри, подтягивается команда. Великолепная драка для М1Х. Ну, опять Дизраптор дал глимс в хаос тканя. И, скорее всего, Мод без труда уходит. Думаю, не догонит его ЦК. Еще и Рифт. Он хочет, хочет добить Дизраптора. Дизраптор... Еще и Рифт. Великолепно. Инвокер не попадает. Неужели? Неужели не заберут Дизраптора? Как он тут бегал? Как он тут бегал? Он тянул время, как Господь Боженька. Да. Много времени на него потратили. Но, тем не менее, 600 золота для Тайтхантера. Конечно, лучше, если бы его забрал Хаос Найт. Сейчас это бы его вывело на более высокие позиции по Нетворсу, в общем. Но имеем, что имеем. Тоже приятно. Есть некоторая вылазка на ОД. Догнать его не получится. Скорее всего, ОД есть Форстаф. Нет. Собрал барабаны. Но, тем самым, конечно, тоже усилил свою мобильность. Ему спит. Собирает Родов Адос. Отличный тоже выбор. Мы видим полную доминацию на карте. Но Хаос Найт реабилитировался и ворвался в топ общей ценности. Занимает третью позицию. Но хватит ли этого для команды М1Х? Используют святыню сейчас команда М1Х. Но у ребят, на самом деле, все действительно очень сложно. Инвокер бедрит практически пустой. С тапком за 400 золота. С Мидасом. Да, не слишком сейчас у боевых. Ну, покупает коинт бустер себе. Так. ОД потупает себе Родов Атос. Мы видим ОД. У ОД все вообще великолепно. Дизраптор собрал практически агоним. Ему осталось 900 золота. Статик Шторм. На Серпен Вардс? Да. Змейки. Хаос Найт зашел далеко. И на развороте получает инвокер протаст в никуда. Виномайн срадет ультимайм. Пойза нова, да. Стампит прожимает кентавр. Сейчас заберут, скорее всего, Хаос ЦК. И, может быть, заберут и Виномайнера. Идет свап. Отличный свап. И ребята хорошо действительно подрались на развороте. Но Венжи Фул Спирит погибает. Но ОД идет и просто бьет с руки. Бьет с руки очень больно. О-о-о. Саниси Эклипс. Трипл килл для Энзо. Это невероятно. Здорово очень сыграло. Тим Вайп для команды М1. Великолепную игру сейчас продемонстрировали. Команда Вокерс. Позиционно просто супер. Я не могу по-трудому сказать, потому что все было сделано правильно. Шэдоу Шаман поставил Змейки. Ребята отошли. Хаос Найт немножко вышел вперед, поставился. Его сразу же забрали и пошли драться дальше. Здорово контратаковали. Согласен. И сейчас команда Волкерс будет сыграть Т2 башню на нижней линии. Кто знает, возможно они уже почти готовы заходить на Т3. Возможно после забратья Рошана. Думаю, такое решение приблизительно они будут принимать в скорейшем времени. Ну. Но мы видим, настолько все хорошо у ОД. 10 тысяч золота. У него есть общие ценности. У него все действительно великолепно. Он перефармливает на 4 тысячи Хаос Найта. И он идет сейчас просто и с руки бьет. Хаос Найт спасается бедством, дает стан в лицо и бежит. Просто скачет на своей лошади, пытаясь спастись. Да, от этого чудовища. Он действительно устрашающий. Все-таки Outworld Devolver. Или как это произносится правильно. Ну и есть на вере не опушить Т2 башню. Скорее всего вряд ли им сможет помешать команда Мон Икс. Может поставить Шалу Шамон защитные ворды. Но я бы их приберег на какую-то форс-мажорную все-таки ситуацию. Я не понимаю, что не получается у команды Мон Икс. У них такой понятный пик. Очень простой в реализации. Тайтхантер, Виномансер. Да, есть некоторые проблемы у Инвокера сейчас. Но у остальных героев есть артефакты, в принципе, чтобы драться. Им надо сейчас пойти в смоке. Появляется форс-тап УОД. Он будет еще более мобильным. Идет набадение. Связка. И такой статит шторм. Просто по трем героям. И на развороте начали драться. Врыв Морфинга по двоим. Великолепная Тонтер инициация от команды Уокерс. Смотри, Морфин принял еще Веномансера форму. Венжи Фулл Спирит делает свап спасательный. Великолепно все. Боже, и Рэвиш по троим героям. Но был ли он нужен? Когда вся команда мертва. И, скорее всего, он сам погибнет. Я думаю, в принципе, лучше приберечь было. Тайтхантер, скорее всего, здесь не уйдет. Дабл Эйдж идет от Уоки. И он отправляет его в таверну. Ну, что уж. Рэвиш был все-таки запоздалым. Но, тем не менее, опять получает Тайтхантера 500 золота за убийство этого драгоценного Дизраптора. Посмотри, как он играет. Что он вообще вытворяет. Да, я согласен, Дизраптор действительно в этой игре показывает великолепное понимание, как надо играть саппортом четвертой позиции. Вообще любым саппортом. И ГГВП. Неужели? Нет, ну, у них-то все хорошо. Уже издеваются. Очень неспортивное поведение от команды The Walker. Почему? Что же они делают? Они, видимо, чувствуют свое преимущество. Морфинг забирает вышку. 16 тысяч преимущества по золоту. Старее всего, для команды M1Eats первая игра групповой стадии заканчивается. Я не хочу спешить и забитать наперед, но я не представляю, какого уровня им нужно провести драку, чтобы реабилитироваться в этой игре. Да, согласен. Ужасной расхлябанностью должны отличаться команды The Walker's, чтобы взять и отпустить их сейчас. Здесь уже просто они могут расслабиться, забрать Рошана и потихоньку сносить здание. Но важно отметить, что, в принципе, у них неплохой пуш-потенциал. Все-таки аура Винги. Виномайсер неплохо бьет с руки. Также отлично пассивной способностью ретерна. Кентаурова раннер может взять удар на себя от башни, тем самым ее уничтожать. Ну, а из Раптора и ОТ отлично на постраховке. Я думаю, у них есть драка. Мы видим, что на центральной линии происходит маленькое столкновение. Но ребята разошлись по своим сторонам. Да, М1 будет очень сложно реабилитироваться. Виномайсер подставляется. Что он там делал? Отвратительная позиционная ядра от Виномайсера. Мы видим, ребята вообще из М1 совершают огромную серию ошибок. Вот, Шедл Шаман подставляется, использует Лиммер Кейп, но это его не спасает. Или спасает, у ребят нет просветия. Статик Шторм. Потрачен был зря все-таки Статик Шторм. Будет ли ревэш? Нет. Дестройер дал ультимейт по троим. И уже под Т5 добивают, под троном уже добивают всех. Да, совсем фривольно себя чувствуют. Могут себе, наверное, позволить так покуражиться. Но просветки нет. Ребята, наверное, ну, не ожидали. Ничего страшного для них не произошло. У них 18 тысяч преимущества. И Дезраптор обгоняет на 800 золота керри команды М1. Ну, думаю, аж закончат дело с этой линией на центре. Как минимум, одну линию М1 точно теряет. Дезраптор ставит защиту. Ребята теперь не подойдут. Да, в принципе, даже если не подойдут, что они сейчас смогут сделать? У них единственный шанс реабилитироваться, как я вижу, это великолепная драта на Рошане. Все по кулдауну. Но мы видим, Дестройер уже подходит и просто бьет с руки. Троих героев. Опять великолепный сейф. Как Вингав все-таки хорошо отыгрывает на этой карте. Уже есть Хюрикан, Пайк, ООД. Ревейдж по четверым. Нет, по троим. Еще Мастер Фенбард смогут забрать Лир. Идет польза нового от Веномансера. На ВВ уходит Морфлинг. Но все-таки Дестройер погиб. Это плюс для команды М1. Но этот плюс не спасет их на данный момент. Видим, команды гонятся. Морфлинг врывается, забирает Тайдхантера. И еще стан получает Хаус Найт. Статит Шторм. Не уйдет. Не уйдет. Его вернули, длимсанули назад. Хаус Найт пытался поиграть с Армлетом. У него не получилось. И опять минус 4 от команды Вокерс. Если я не ошибаюсь, было 2 Тим Вайпа. И 2 раза по минус 4. Огромный счет. 35-13. 21 тысяча преимущества по золоту. И одна потерянная сторона. Да. Что уж сказать. Мы видим. Прошу прощения, что опять тебя перебиваю. Мы видим великолепную игру от саппорта. И вообще командную хорошую игру от команды Вокерс. Они продемонстрировали действительно хороший лейнинг. Смотри, врыв. До свидания. Да. Не уходим. Инвокер пытается колдснепом что-то сделать. Но мне кажется, это ошибка. Зачем он полез туда? Вот. Вот как работает. Смотри, как Морфинг классно сыграл. Сделал репликет своего противника. Это было красиво. И несколько лучше все-таки попадает Метеором, чем оппонент. Ну, мне кажется, тут... Хороший, кстати, хец был от Шадоу Шамана. Но он его не спасет. Видим, Морфинг Линта. Все хорошо. Он собирает Баттерфляй. Заберут. Вряд ли. Хустоп. Не дал. Пошел Хекс, Шеклы по Кентавру. Но тем временем ОД нарезает. Забирает Шадоу Шамана. А также забирает Веномансера. Сейчас у него очень много краденого интеллекта. Трипл килл для Энзо. И не уходит. Ультра килл для Энзо. Великолепная игра от Дестроера и команда М1. Икс пишет Good Game. Да, отлично сыгран. Скорее всего, очень большой разрыв, наверное, в ММРе, в уровне игры, в уровне подготовки. Очевидно, что команда The Walker намного более сыгранной. Ну, и почему бы не отметить то, сильная очень доминация в начале ввела в тильт команду M1X. Была огромная серия ошибок от команды M1X. Саппорты сыграли. Не побоюсь этого слова. Ужасно. Не было правильных гангов. Они провели все свое начальное время. Early game на линии с Тайтхантером. Зачем? Это было, скорее всего, это, наверное, была первая ошибка, которая привела к тому, что мы сейчас видим. Ну, стоит отметить, что идти, в принципе, в агрессивную триплу очень рисковое занятие. Там ошибаться не стоит, а у них не получилось. В принципе, более эффективными были саппорты Disruptor и Vengeful Spirit. Имеется Stun, Glimps. Идет Ravage, кстати, к штормам по двоим. Но, вероятно, не спасет это никак M1X. Уже нагле еще просто прогоняют их на фонтан. Они чувствуют себя как дома. Да, как на своем. Все, в принципе, хай-грамоте, да. Тайтхантер покупает метазм. Великолепно. Своевременная. Очень своевременная покупка на 27-й минуте. Да, кстати, хочу обратить внимание. 27-я минута, 27 тысяч преимущества. 28. Ребята обгоняют время. Пытаются катить Тайтхантера. Ну и Тайтхантер погибает. Пытаются его катить, в принципе, при том, что герой достаточно плотный. Совершенно не чувствуется эта плотность для команды The Walker. Идет Sunstrike. О, поздравляем Инбокера. Убийство все-таки получил. Первый Sunstrike, который попал в цель. Ну, немножко поздно. Подожди, подожди. Был на First Blood, был первый Sunstrike, кстати. Микс. Да? Да. А, не углядел, конечно. Поздравляем команду Walker с победой в первой игре в групповой стадии. Ребята молодцы. Ну, а команде M1INTS, ребята, готовьтесь, тренируйтесь. Все будет классно. Да, возможно, стоит лучше просто сыграться, наладить коммуникацию с командой. Это во многом... А, возможно, просто не пошла игра. Да. Ну, а мы посмотрим следующую игру. Будем следить за ребятами. Всем спасибо. Да, спасибо за просмотр. Возвращайтесь в скором времени нам на трансляцию.